Вопросы лекции. Ну, сначала давайте так. Тема лекции. Способы уменьшения воздействия радиоактивных веществ на организм человека. Вопросы лекции. Источники ионизирующего излучения, радиозащитные препараты, продукты, способствующие выведению радионуклинов. И в конце фильм учебный «Острая выживая болезнь». Очень рекомендую всем посмотреть, потому что вы этот фильм нигде не увидите. В фильме будут показаны пострадавшие во время аварий на атомных подводных лодках и в Чернобыле. И показано, в общем-то, их лечение. Очень познавательный фильм. Переходим к лекции. В современных условиях вероятность аварии на атомных электростанциях очень минимальна. 1,7 на 10 в минус 6 степени. О загрязнении окружающей среды следует сказать, что загрязнение в 100 раз меньше, чем эксплуатация обычных тепловых электростанций. Ядерное топливо, как правило, уран-238 и уран-235. Всего в реактор на время начальной эксплуатации загрязывается 180 тонн урана. Вот точно так же на 4-м энергоблоке было в Чернобыле скорее 180 тонн урана. Но он слабо обогащенный, так чтобы вы понимали. И опасности ядерного взрыва, как правило, нет. В мире эксплуатируется 473 энергоблока атомных электростанций в 25 странах. Больше всего 109 реакторов в США, в Франции 56 реакторов, в Японии 51, в Великобритании 35, в Украине 16, в России 33 реактора. Теперь, как говорится, перейдем к дозиметрическим величинам. Впервые было открыто по времени, по времени, да, это рентгеновское излучение. И, в общем-то, единицу, которая измеряла бы это излучение, назвали один рентген по имени ученого. Один рентген, это представляет из себя такая доза облучения, которая в одном кубическом сантиметре воздуха вызывает несколько миллионов пар ионов. То есть, я прошу обратить внимание, что это рентгеновское излучение и в воздухе. Но дело в том, что потом выяснилось, что и кроме рентгеновского излучения, есть альфа-бэта-гамма-излучение. И измерять те дозы, будем говорить так, те виды излучения рентгенами невозможно. Поэтому начали думать, в каких же единицах мы будем измерять радиоактивность. И следующая единица, которая была предложена, это рад. Радиоактивная, по первым буквам, адсорберная доза. Дело в том, что людей интересовала не экспозиционная доза, которая в воздухе, а поглощенная доза, адсорбированная. И поэтому единицу так и назвали, Radiation Assorption Dose, рад. Но дальше биологи и медицина сказали, что, в общем-то, нас рад не очень устраивать. Нам бы нужна единица, которая измеряла дозу радиации в биологических объектах. И придумали следующую единицу, которая называется B, биологический эквивалент рада, по аналогии по первым буквам. И таким образом, что у нас получается? Рентген, потом Radiation Assorption Dose, потом биологический эквивалент рада. Но если, ну и активность несистемной единицы измерялась с Куи, опять же, по имени Марии Складовской-Куи, которая занималась изучением радиоактивности. Но дальше получилось так, что закончилась холодная война, начали ученые собираться на колоклумы, симпозиумы. И кто-то там проводил доклады в БЭРах, кто-то в РАДах, кто-то в других единицах. И поэтому предложено было, что нужно нам создать общемировую международную систему единиц, которую обозвали System International, система международная. То есть, система по первым буквам Си. И если говорить о изучении вами физики в школе, то там, как правило, используется система Си. System International. И вот в системе Си активность, радиоактивность измеряется в Беккерелях, доза облучения в Греях. Ну, так, чтобы вы имели представление, один Грейт равен 100 РАДам. Эквивалентная доза, да, в ЗИВЕТах, ну, один ЗИВЕТ равен 100 БЭРам, чтобы было понятно тоже. Ну, экспозиционная доза кулоны на килограмм. Вот эти диаметрические единицы и их измерения. Я просто решил остановиться на этом, чтобы внести некоторую ясность. С точки зрения медицины, у нас в литературе лучевая болезнь и вообще все измеряется, как правило, или в БЕРах, или в Греях, допустим. Лучевая болезнь или в БЕРах, или в Греях. То есть используются и системные, и внесистемные единицы. Облучаемые лица разделены на категории. Категория А. Профессиональные работники, постоянные или временно работающиеся источниками ионизирующего излучения. То есть рентгентехники, допустим, да, те, которые постоянно работают. Категория В. Лица, находящиеся по условиям работы в сфере водействия источников ионизирующего излучения. Это, допустим, младший медицинский персонал, который работает, убирает рентгенкабинет и работает там. И категория В. Это остальное население, обычное. Эффективная доза облучения за год категория А. 20 мз. Категория В. 2 мз. Категория В. 1 мз. Ну, в год имеется в виду. Таким образом, категория А. Это профессиональные работники, работающие с ионизирующими излучениями. Категория В, которая по условиям работы находится в этих, убирает эти помещения, допустим. Категория В. Это обычное население. Кроме этого, при строительстве атомной станции. Вокруг зоны, вокруг атомной станции создаются зоны. Санитарно-защитная, прадежь 3 км. Зона возможного загрязнения, 30 км. Зона наблюдения, 50 км. И зона, 100-километровая зона по регламенту, зона по регламенту проведения защитных сооружений. Прошу не путать с зонами, которые происходят после аварии на атомной станции. О них позже. Что такое радиационная авария на атомной станции? Это нарушение безопасной эксплуатации, при котором произошел выход продуктов радиоактивных или ионизирующих излучения за предусмотренные проекты для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленное значение. Идеонизирующих излучений. Я просто напоминаю, товарищи, используя физики, вы должны это в принципе знать. Это альфа-излучение, альфа-частицы, да? Поток ядера атома в гелии. Воззритель составляет пробег 10 см. В биологических экранах до 0,1 мм. Возвращается листом бумаги и не представляет опасности для человека при внешнем облучении. Однако при внутреннем облучении, когда не попадает внутрь организма, чтобы непонятно, в инкорпорации будет воздействие на внутренний орган. Бета-излучение. Поток электродов. Они обладают в сотни раз меньше ионизирующей способностью, чем альфа-частицы. Вследствие этого распространяются в воздухе до 10-20 метров, в биоткани на 5-7 мм, в герия до 2,5 мм, в алюминии до 1 мм. Одежда человека почти на половину ослабляет все действия частиц. Они поглощаются оконными стеклами и любым металлическим экраном толщиной нескольких миллиметров. При контакте с кожей, однако, они опасны. Гамма-излучение. Электромагнитное излучение, расстаняющее со скоростью света. Почень обладает очень высокой проникающей способностью, свободно проникает через одежду, тело человека и через значительно толщий материал. Поэтому для коронера от него необходимо специальное устройство для материала, способных задерживать эти лучи. Свинец, бетон, вода. Гамма-излучение представляет основную опасность движения людей, ионизируя клетки организма. Защиту от него могут обеспечить только убежища. Противорационные укрытия, надежные подвалы и прогреба. То есть требуются значительные защитные экраны. Бетон, вода, свинец. Рентгеновское излучение. Образуется при работе рентгенских трубок. По характеру рентгеновские лучи сходны с гамма-излучениями и отличаются от них происхождением и иногда длиной ноги. Рентгеновские лучи имеют большую длину воды и более низкие частоты, чем гамма-лучи. Ионизация вследствие воздействия рентгеновских лучей происходит в большей степени за счет выбиваемых ими электронов и лишь незначительно за счет непосредственной траты, собственной энергии. Эти лучи также обладают значительной проникающей способностью. Нейтронное излучение представляет собой поток нейтронных юстиц, являющийся самой частью ядер, за исключением молекул водорода. Не обладает зарядами, поэтому не оказывает ионизирующих действий, но весь паз значительный ионизирующий эффект происходит за счет взаимодействия с нейтронами, нейтрону с ядерами облучаемых веществ. Ионизирующая способность составляет несколько тысяч павионов на 11 метров пути. Проникающая способность вещественно велика нейтронного излучения и достигает в воздухе нескольких километров. Задерживается нейтронными веществами, содержащимися в своей манекуле водорода. Вода, парафин, графит. И поэтому защитное, допустим, свойство танков, там не только броня, но там, как правило, или парафин, или графит, потом опять броня. То есть идет защита не только от ударной волны, проникающей снарядом, но и от нейтронного излучения. Доза облучения может быть однократной и многократной. Однократным считается облучение, полученное за первые четверо суток. Если оно превышает четверо суток, оно считается многократным. Однократное облучение, доза 10 рентген, то есть 100 рентген или БЭР, называется острым облучением. То есть острая ночевая болезнь, она начинается со 100 БЭР. 100 200 БЭР, легкая форма. Существует два способа облучения. Облучение вне организма, то есть облучение снаружи. Нет, то есть внешнее облучение. Другой способ облучения – это когда радионуклиды попадают в организм, внутрь организма с воздухом, пищей или водой. Называется внутренним. Источник внешнего облучения – это космическое излучение и, естественно, радионуклиды, содержащиеся в почве, в воде и воздухе. А также рентгенодиагностические процедуры, цветные телевизоры, полеты на самолетах на больших высотах. Это вот как раз источники, будем говорить, как внешнего облучения. На человека воздействует радиационный фон, потому что человек живет, и в окружающей среде наибольшим источником радиационного фона является радиоактивный газродон. Он поднимается из земли, скапливается в домах, поступая из подвала в домов. 50,9%. На втором месте будут источники от земли, так называемое террогенное облучение – 15,6%. Радионуклиды, находящиеся в земле. Например, гранит, сделанные из него мостовые, на которых можно наблюдать повышенный радиационный фон. На третьем месте – медицинские источники. Это флюорография, МРТ, рентген, носкопия, эргенография. Дальше идет солнечное излучение. Атмосфера Земли играет роль защитного экрана, поэтому радиационный фон вышел в горах и при авиаперелетах. Внутреннее облучение – это радионуклиды, которые поступают в чьего человека с воздухом, водой, пищей. И техногенные источники – это внутреннее облучение 8,1%. И техногенные источники 0,3%, то есть, видите, меньше всего. Естественный радиационный фон. Сейчас пройдем по вот этим самым источникам радиации. Излучение земной коры за счет изотопов. Калия 40, рубидия 87 и изотопов, которые получаются в следствии распада рамбис 38. 95% населения земли в северную территорию, где доза облучения составляет 0,3 нутрины 0,6 бра за год. Облучение, которое человек получает с пищей и водой в воздухе. Высокая высочайшая радио среди растительных продуктов имеют горох, рожь, пшеница, картофель, огурцы. Доза вследствие этого облучения на целых 0,04 бра за год. Мало радиоактивных веществ поступает в рацион с пищевыми продуктами морского происхождения. Так как из-за высокой минерализации морской воды, продукты моря очень слабо загрязнены с тронцием и целью. Свободны от загрязнения радиоуклидами артезианские и многогрунтовые воды благодаря изоляции от поверхности земли. С вдыхаемым воздухом человек может получить 1-2% радиоуклидов и общего количества поступающих с пищей и водой. Поставщиками радиоуклидов в организм являются хлебопродукты. Ведущими. На втором месте молоко, на третьем картофель, овощи, фрукты. Затем рыба и мясо. Естественный радиационный фон, космическое излучение. На уровне моря человек получает от 1 до 3 сотых бэра за год. На высоте полета современного пассажирского самолета я продолжал подрастать в 25 раз. Ну, так как самолеты летают на высоте современной, где-то 10 тысяч метров. Космонавты на высоте от 200 до 400 километров могут на протяжении года получить до 216 бэра. Норма 2 бэра за год. То есть в 8 раз больше. И поэтому на космических станциях есть помещения, где, в общем-то, более усиленная защита от этого космического излучения. Вот там они отдыхают и находятся, чтобы уменьшить облучение. Уровень реактивного излучения неодинаковый для разных областей. Так, северные и южные полюса более, чем их материальная зона, подверженная воздействию космических лучей, из-за наличия в земле магнитного поля, отклоняющей заряженные объективные частицы. А вот северный и южный полюс, там облучение больше за счет ослабления действия магнитного поля. Космические лучи представляют собой поток частиц, протонов, альфа-частиц и жесткого гамма-излучения. Это первичное космическое излучение. При взаимодействии его с авторной электронной атмосферой возникает вторичное космическое излучение, состоящее из мезонов и электронов. Максимальная интенсивность вторичного космического излучения наблюдается на высоте 20-25 километров. С уменьшением высоты его интенсивность падает и достигает минимума на уровне моря. Из большого числа радионуклидов наибольшую значимость к источнику облучения населения представляют стронцы 90 и цези 137. В общем-то это радионуклиды, которые появляются в процессе распада урана 235-238 на атомных станциях. И при аварии значительная часть облучения осуществляется за счет этих радионуклидов. И когда сравнили аварии на Чернобыле и на аварии на Фокусиме, и там атомных станциях 238, то и количество состава радионуклидов, который был, он был аналогичен. Стронцы 90 – это радионуклид длительного действия. И период распада составляет 29 лет. Это что значит? Что только через 29 лет он на половину распадется. При попадании стронца внутрь его концентрация в период через 15 минут достигает значительно мельчины, а в целом процесс накопления зависит через 5 часов. Накапливается в костях, и облучение подбирается костной ткани, костный мозг, и как результат воздействия на костный мозг, система кроветворения. Цезий 137. Хорошо накапливается растение, управляет в пищевые продукты, быстро встанчивается в желудочно-черчный трактор. Период полураспада 30 лет, тоже был живущий радионуклид. До 80% цезий откладывается в мышечной ткани и в почки. Вот эти два радионуклида составили где-то примерно по 20% облучения первые месяцы после аварии на Чернобыльской АЭС. Следующий радионуклид – Йод-131. На карту перед полураспада 8 дней, а через 30 дней полностью распадается. Радиоактивный изоток Йода замещает в организме нормальный Йод, который накапливается в щитовидной железе. В следствии этого, в общем-то, поражается щитовидная железа, потому что там скапливается этот Йод, и может возникнуть рак щитовидной железы. Это вот три ведущих радионуклида, которые нужно знать, потому что они основные после аварии на атомной станции. Место накопления радионуклидов – вы видите щитовидная железа, ее техницы, легкие. Крептон, плутоний, уран, ксенон, течень, цезий, кобот, плутоний, селизон, каполоний, почки цезий, рутений. Яичник, гибарий, цезий, кобот. То есть большое количество радионуклидов. В костях, соответственно, в мышцах, опять же, цезий. Тиктогенный фон формируется за счет излучения строительных материалов, излучения естественного газа, воды, сжигания угля и дневных источников. Наиболее влияние, большее влияние считает радон, газ, который образуется вследствие распада урана 238. Это радон-222, тория-232 и радон-220. Источники радона – строительные материалы, естественный газ, вода из подземных источников. Доза облучения вследствие контакта человека с радоном составляет до 0,1 ВР за год. Опасность радона заключается в неу-широком распространении высокой проникающей способности. Перед полу-распада составляет 3,8 сентября, то есть короткоживущих. Не имеет ни цвета, ни запаха. Образующие при распаде радона продукты в виде мельчайших частей проникают в организм дыхания. Их существование в организме сопровождается альтроизлучением. Главным источник радона закрытых в помещениях – это грунт. Содержание радонов в цветных материалах также может оказаться очень высоким. К наибольшему облучению от радона и продуктов ее распада подберегаются шахтеры уранов и неурановых родниковых шар. Средняя доза для них 26 млз в год. Диапазон зоны облучения от радона в коммунальной сфере – 2,5-20 млз в год. Дозы от радона сравнены с пределами доз для персонала категории А. Из всевозможных способов внутреннего облучения наиболее опасны от дыхания загрязненного ума. Поэтому для взрослых человек, занятый работой средней тяжести, употребляет после этого 20 млз в кубическом. Кротивное число, поступающее таким путем, то есть органы дыхания, быстро усваивается. Примерно для третьих эффективность – это эквивалентная доза облучения, которую человек получает от естественной бескочной радиации, обословленной внутреннему облучению. Теперь радиационный фон. Телевизоры, дисплеи, телефоны мобильные, да, он составляет 0,06 B развод. Чем больше вы работаете с мобильными телефонами или с другими источниками излучения, тем больше вы получаете. Медицинские источники. Клюрография грудной клетки – 0,08 B, рентгенография зуба – 0,01 B, рентгенография желудка – 0,00 B. Наибольший вклад в дозу от рентгенского излучения вносит с среднего желудка, с бариевой кашей и низких отделов кишечника, опять же, бариевая книга. Мочеводелительная система, внутриведная урологография. Медицинское обучение является вторым подзначенным источником обучения населения после природного источника. Вот смотрите, что у нас получается на следующем слайде. Легкие. Флюрография – 0,81 B, а рентгеноскопия – 183 B. Соответственно, вы видите, в три раза больше. Желудок – рентгенография – 90 микрозиллитров, а рентгеноскопия с бариевой кашей, соответственно, в 17-18 раз больше, чтобы вам было понятно. Глобальный фонд после ядерных испытаний и вследствие работы различных ядерных реакторов. Дело в том, интенсивные ядерные испытания проводились с периодов с 1954 по 1958, и 1961 по 1963. Это привело к разрастанию пищевых продуктов С-190 и С-237. Ну, в 1954 и 1958 – это были использованы ядерные взрывы, а 1961-63 – термоядерные взрывы. И, значит, последовательно были запрещены взрывы воздушные, наземные, только разрешены, только подземные. Когда роется шахта, закладывается заряд и взрывается под землей, в общем-то, наружу почти ничего не выходит, как правило. И поэтому после вот этих всех испытаний, когда он был большой фонд, он уменьшился, и в данном случае, на данный момент, составляет 0,002 за год. Атомная энергия, уранодобывающая и переработающая промышленность и правильная эксплуатация приличеет вполне значительно, от 0,001 до 0,005 бера за год. 0,005 бера за год. Теперь по поводу атомных электростанций. Значит, ну, характеристика атомных электростанций на Украине, табличка дана. Ближе к нам, товарищи, южно-украинская атомная электростанция. Находится в поселке Константиновка под дикагородом Николаев. Количество блоков 3 и тип реактора водо-водяной электрический реактор ВВР-1000. Соответственно, общая мощность 3 тысячи, да? Дальше, вторая по близости, это Запорожская, город Энергодар. Обе 83-го года, тоже ВВР-1000, но здесь 6 блоков и мощность соответствующая больше. А если говорить о Украинской, то там 316 километров до Симферополя. Запорожская 360 километров до Симферополя. Кмельницкая далеко, соответственно, 4 блока ВВР-1000, 4 тысячи. И Ровенская станция, это, значит, ВВР-440, 2 и 1 ВВР-1000. Принципиальная схема реактора. Обратите внимание, что есть активная зона, куда загружаются урановые стержни. И навстык с ним есть регулирующие стержни. Это графитовые. Дело в том, что графит, часть электронов, которая образуется, может аккумулировать на себя и этим самым уменьшать интенсивность ядерной реакции. Так как при распаде урана образуется тепло, то это тепло забирается системой охлаждения. Первый цикл охлаждения вот у вас увидят в такой квадрате. Внизу насос. Насосы эти, в общем-то, регулируют обтекание активной зоны реактора водой. ВВР-1000 водо-водяной, это значит, в первом цикле используется вода для охлаждения. И во втором тоже вода для охлаждения. И когда тепло забирается, то, соответственно, в первом цикле охлаждения будет циркулировать под давлением 10 атмосфер перегретый водяной пар, радиоактивный, и вода. Ну, фактически пар. Дальше этот цикл охлаждения находится в стыке с другим циклом охлаждения. Там тоже вода находилась. И, соответственно, передавалось тепло. И во втором цикле, если в первом цикле вода где-то была 120 градусов, то здесь все равно выше 100 градусов была вода, но она была менее радиоактивная. И в нем, говорит так, тоже имелись насосы. И, соответственно, она циркулировала, попадала на лопатки турбину, здесь турбина написано, да? И турбина вращалась и получилась электричество. Вот это принципиальная схема. То есть для... Ну, еще есть регулирующий клапан напряжения. Вот принципиальная схема реактора. Зачем я ее разбираю? Потому что, когда мы коснемся Чернобыльской аварии, то там получилось так, что вода в первом цикле охлаждения вся испарилась, поднялось высокое давление и произошел тепловой взрыв с разрушением активной зоны реактора. И после взрыва начался пожар. Регулировать деятельность активной зоны реактора не было возможности. Погибло сразу 31 человек. Кручевая больница сразу была острая. 145 человек. И 150 тысяч человек получили доза облучения свыше допустимой. Загрязненная территория Украины. Соответственно, 3420 квадратных километров. Чуть меньше Белоруссия. И чуть меньше Россия будет. Нет, Белоруссия больше. Но там загрязнение было уже не таким интенсивным. Вот разрушенный реактор Чернобыльской атомной станции. Произошел, как я бы сказал вам. Тепловой взрыв. В результате весь этот радиоактивный пар. Радиоактивные частицы графита. Урановых стержней разрушенные. Поднялись вверх. На высоту где-то порядка двух километров. И дальше пошли туда, куда дул ветер. Дул средний ветер. В сторону северо-запада. И первыми подняли шум. Кандинавские страны. Когда, которые измеряя уровень радионуклида в воздухе. Это всегда делалось. После атомных испытаний. Всеми странами. Обнаружили, что на 10% у них подскочил радиационный фронт. И они подняли тревогов. У нас в Советском Союзе молчали об этом. Ну, потом ветер с 26 апреля по 29 апреля дул туда. А потом он изменился и начал быть на запад. В сторону Киева. А потом, после 3 мая и до 9 мая, он дул на юг. В сторону Сильверополя. В результате загрязнений с большими территориями. Цезием, 137. Стронцием. И вот, как вы видите, территориальное загрязнение, оно захватило ряд континентов. Вот на 27 апреля, сразу после аварии, красным показан Чернобыль. Вот там, типа как сарчок перцев. Вот это была зона загрязнения. А уже 6 мая, то есть через 10 дней, видите, куда развесло зона загрязнения. Что я хотел бы сказать по поводу Валины-Чернобыльской авиации. Когда случился взрыв и начался пожал, то оказалось, что вот эта масса, которая в результате взрыва образовалась, то есть смесь графита, урана, она, реакция деления шла, и управлять ей не было возможности, потому что графитовые и уранные стержни не работали, и могли только измерять температуру. Смотрят, температура повышается, повышается, и боялись, что может произойти концентрация, произойти атомный взрыв. Поэтому пустили вертолеты, которые сбрасывали свинец, в эту магнуму, будем говорить, разбавляли ее. Потом, чтобы не повышалась температура, вызвали шахтеров, положили туннели под блоком 4-го энергоблока, куда ввели трубы и охлаждающий расход. Потом, значит, когда стало ясно, что взрыва не будет, начали разбираться, что же будет с загрязнением. Ну и, в общем-то, были направлены радиологи, которые измеряли дозу радиативного загрязнения местности, и какими родинокридами и так далее. Вот с нашей военно-морской кафедры Крымского медицинского института в 1986 году три человека там работало, но, правда, не с апреля, не с мая месяца, а с сентября. Но там на три месяца отправляли командировку, и поэтому они измеряли и говорили, что картина, когда они вернулись, была самая разная, пёстая. То есть на стороне холма, обращенной к Чернобыльской станции, было больше загрязнений, чем обратная сторона холма. Лес больше загрязнений, ну, вода, вполне понятно, что меньше. В дальнейшем, в дальнейшем, в дальнейшем встал вопрос с выселением, населением, населением, население близких гражданших территорий. И было установлено нормой. Допустимая норма аварийного облучения населения была 10Б в год, а аварийное облучение от пиратовой станции 25Б в год. Так вот, если 10Б в год население данного населенного пункта по расчетам получало в течение двух-трех недель, то оно подлежало экстренной эвакуации. Подходили автобусы, забирали людей, и они экстренно были эвакуированы. А если они эту дозу по расчетам получали, там, где-то через 8-7 месяцев, то уже была не эвакуация, а отселение плановое на второй, третий, четвертый месяц. И в зону отселения отправляли, и там, в общем-то, давали какое-то жилье, чтобы было понятно. Разница между эвакуацией и отселением. Острая лучевая болезнь. Постно-мозговая форма. Это, как правило, значит, осуществляется при общей дозе облучения всего организма. 100-200-б, это будет легкая степень, прогноз кокрытия благоприятный. 200-400-б, средняя степень костно-мозговой формы благоприятный. 400-600, тяжелая степень костно-мозговой формы, относительно благоприятный. И 600-1000, крайне тяжелая форма костно-мозговая, неблагоприятный. Все, что дальше, больше тысячи. Значит, 10-20 грейн, это что? Соответственно, 1000-2000, да? Кишечная форма. Потом токсимическая форма. И церебральная. Почему называется? Потому что какие симптомы выходят на первую очередь? В первую очередь, кишечная форма. Это, значит, поражение кишечника выступает. Токсимическая и церебральная, соответственно, симптомы поражения мозга и так далее. Так вот, все формы кишечная, токсимическая и церебральная, гибель наступает 100%. Если говорить о Чернобыле, то, значит, тех, кто получил легкую и среднюю форму острой лучевой болезни после излечения в госпиталях, все были выписаны. Все было нормально. Значит, тяжелая форма острой лучевой болезни была поставлена 21 человеку. Так вот, 7 человек, то есть 30% умерли, несмотря на то, что, в общем-то, проводилось современное лечение. Не только переливалась кровь, не пересаживался костный мозг и эмбриональные клетки человеческой печени. Крайне тяжелая форма. Диагноз был поставлен в клинике 20 пострадавших. Выжила только одна женщина, которой пересадили костный мозг ее родной сестры. Так, чтобы вам было понятно возможности. Это лечили в современных клиниках. 6-я клиническая больница в городе Москве. Профессор Гвоздева публиковала в журнале «Врачебное дело» за 1987 год. Статью о том, как они лечили этих больных после Чернобыля. Так, чтобы вам было понятно возможности по лечению крайне тяжелой формы острой лучевой болезни. Защитным препаратам относятся радиопротекторы, комплексоны, адаптогены, адсорбенты, антигеморабические средства, стимуляторы кровотворения и стимуляторы ЦНС. Так, то еще у нас 45 минут прошло. Значит, 10 минут перерыв. Вот во время перерыва для защитных препаратов название групп препаратов. Прошу зарисовать, рисфотографировать и режу. Прошу. 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 Спасибо. 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 Так, товарищи, продолжим. 10 минут прошло. К радиозащитным препаратам относятся. Первое. Радиопротектор. Это лекарственное средство, со снижающей степень учебного поражения. Протекшн, защита, радиозащита. Вторая группа. Комплексоны. Препараты, ускоряющие выведение радиоактивных веществ из организма. Пета, гитоцин, кальций, унитиол. Третья. Адаптогены. Препараты, повышающие общую сопротивляющую организму. Это всем известные. Элиртаракот, Джим Шейн, китайский лимонник. Адсорбенты, вещества, способствующие захватывать на свою поверхность радиоактивные и другие вредные вещества, и вместе с ними выводиться из организатора. То есть адсорбировать на себя. Это активированный уголь, адсоба, лакоцин. Антигеморрагические средства. Желатина, серотонин. Стимуляторы кровотворения. Лейкоцетин, лейкоген, пентоксил. То есть вполне понятно, так как ключевая болезнь сопровождается угнетением кровотворения, разными геморрагическими явлениями, поэтому эти вещества используются. Стимуляторы ЦНС. Лиммигрид, Сиднокарн, Индопан. Применяются при лечении. Давайте перейдем к первой группе. Радиопротекторы. Делятся на три группы. Радиопротекторы инъекционного действия. Препарат в 290 применяется у вольемных. Сиротонин, Мексамин. Протекторы короткого действия. Действуют от 1 часа до 5 часов. Цистамин, Гематфос, Цистафос. Протектор пролонгированного действия. Диэтил, Стиль, Бестрол. Эстрогенный гормон действует уже неделю. Несколько недель. В 190 применяются таблетки при проведении работ в зоне с высокой уровнем излучения. Оптимальное свое применение за 15 минут до входа в зону облучения. Возможны были ранние введения, но не более чем за 1 час до облучения. Допускается повторное введение препарата. С интервалом 1 час. Ну, принимают 3 таблетки, однократно разжевывают и запивают водой. Гидрохлорид Мексалин. Таблетки содержат 0,05 грамма препарата. Эта доза рекомендована для однократного парорального приема за 30-40 минут до каждого сеанса лучевой терапии. При хорошей переносимости доза может быть увеличена в 2 раза. То есть при облучении поменяется в гидрохлориде Мексалин. Крактворимное действие в зависимости от структуры механизма препарата крактворимного действия подразделяется на серосодержащие и эндолилалкилабилы. Серосодержащие цистамин, гамма-фос, цистопост, мегаптериотиламин, гамма-фос, серосодержащие препарата не ранее, чем через 6 часов, так как боли может привести прием к кумуляции. Суточная доза 2,4% максимальная. Противолучевая активность серосодержащих противопротекторов связана с наличьей свободы и легко освобождаемая серосодержащие группы. Эндолилалкилабиламины, серотонин, пирептамин, пятный токситриптамин поступает в серосодержащие противопротектором только при облучении нейтронов и оказывает защитное действие на меньшее время. Преимущество аминов относит быстрое развитие защитного эффекта и большую эффективность малого доза. Прологиенные действия диетил стильбостровок как я уже говорил, эстрогенный гормон. Срок защитного действия для недели. Применяет внутрь по 25 мг. Он уменьшает отравление от калиния пислорода, оказывает временное цитостатическое действие на клетни постного мозга, стимулирует синтез ЛНК, ДНК и благотворно влияет на ДНПС. Число противоучивых препаратов и алангеловых действий относят природные адаптогены. Адаптогены джэньшэнь, китайский лимонник, элитератопок, зонемиха, тысячевичный листик, а также пчелиный яд, то есть полипептидность пчелиного яда, мелитин, збийный яд, экстракты болезков, биги. Выгод противоучивой эффект как я уже сказал, первые месяцы после облучения радиоактивный яд составляет значительную часть облучения. И он должен быть человек защищен от действия ордомиклида. Для этого применяется препарат ледиткария. Взрослым и детям старше двух лет одна таблетка подносится 25 тысяч лет грамму один раз в сутки в течение 70 дней. Детям до двух лет по 0,04 внутрь один раз в день в течение суток в течение 70 дней. А вот беременным женщинам калий и рид нельзя применять. Влияет на плод. Поэтому должно применяться препарат калия по 0,75 один раз в сутки в течение 70 дней. Но вы понимаете калий и рид находятся в индивидуальных аптечках. Но не всегда в доме есть индивидуальная аптечка. Поэтому рекомендована 5% настройка йода спиртового, которая как правило в каждом доме есть. Взрослым и детям старше 14 лет 44 капли после еды на стакан молока или воды. Детям старше 5 лет в 2 раза меньше. Детям до 5 лет внутренне назначают вместо этого разведенная настройка 2,5% наносится тампонами в виде полос на плечи и голени. Детям до 2-5 настройка йода наносится за счет 25 капель наносится. Не выпивается наносится. До 2 лет весит 11 капель в день. Прошу обратить на это внимание. Вот то, что касается доз йодной профилактики. Если в течение первых дней пребывания на загрязненной территории вводят стабильный йод, в суточное потребление взрослым человеком стабильного йода в дозе 3 мг и вызывает освещение 4-3 лизы, которая при этом теряет способность подозначать новую порцию йода. То есть желательно до подхода облака применить препараты стабильного йода, и тогда радиоактивный йод не будет скапливаться с щитовидной железью, или не будет поражения с щитовидной железью. Не по полу силу. При приеме препарата за 6 часов до воздействия радиоактивного йода защитный эффект увеличивается в 100 раз. При приеме во время воздействия 90 раз. Через 2 часа после разового воздействия 10 раз. Через 6 часов после разового воздействия 2 раза. Если первые дни йодной профилактики не проводилась, то следует назначить меркозалив по 10 миллиграмм 4 раза в сутки за наведение радиоактивного йода из щитовидной беды. То есть вы видите, чем раньше мы применим йодную профилактику, тем она более эффективна. Еще раз запишите. за 6 часов до воздействия защитный эффект 100 раз больше. На приеме во время воздействия 90 раз. Через 2 часа после 10, через 6 2 раза. и меркозалив по 10 миллиграмм 4 раза в сутки, если мы, как говорится, прозевали йодную профилактику не проводили. сарбент перспективно например ацинополисуинии, повлощающиеся соответственно цезии и стронцией. Используются также препараты альгинаты, инстерктивная цилидоза, активированные угольцы, сульфатбалия и другие сарбенты. Фероцин применяют в случае поступления в организм изотопов цезия, рубидия, а также продуктов деления рана. Применяют фероцин три раза в день по 1 грамму на полстакана воды в виде водоносистпенсии. Ацабар является средством неплодной помощи при отравлении идиотеративными изопопилибалия, стронция и осколка деления рана из реактора. Репарат эффективен при применении спорциноптической цели за 1-2 часа до поражения или в порядке неплодной помощи. Применяются внутренние суспензии однократно 25 грамм порошка цербара на полстакана воды. Гексофен средство докупирования симптомов перволичной ручевой реакции. Вводят в мышцу по 1 мл за 15-30 минут до предполагаемого времени приорудения побочных реакций. Эффект возникает через 10-15 минут и сохраняется в течение 4-5 часов возможно повторное введение препаратов. Продукты способствуют выведению из организма радионуклидов. Скорбухай куриных яиц, куриные яйца, хлеб. Скорбуху от 2-6 грамм употребляет створ орган или каши. Скорбуху стирает порошок и применяет с кашей. Неперинные яйца. Их свойство связано с тем, что в них очень много витаминов, аминокислотных и веществ, обладающих профилактическим реактивным действием. Хлеб относится к числу факторов, снижающих усвоение стронца. Вход потребления хлеба из темной сортовой воды содержит петин. Пектиновые вещества, пектин, пектиновая кислота обладает высокой способностью в течение 1-3 часов среди стронц и цель 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 источники пектиновые являются продукты торты, свекла, томаты, баклажаны, арбур, бельни, марина, ежи, кокузил, ла, облача. То есть, как видите, все будем говорить так, продукты, которые мы как правило употребляем. Витамины. Витамины противодействия. В первую очередь это витамины группы В и С. Витамин С стимулирует защитную силу организма, рекомендуется суточная доза препарата 1,5 грамма. Витамины содержатся в плодах облепихий, цитрисовых, квашеной, капустин. Для усиления выведения из организма локативных вещественных увеличить прием жидкости. Применять настои и отвары подладающим очегодным действием. Мята, зверобоя, ромашка, шиповник, пить зеленый час, чай или соки с мякотиной. Желательно увеличить потребление фруктов и вращей, содержащих природных витаминов, пектина и клича. Это морковь, сливы, помидоры, яблоки, паклажаны, стекла, радиодушники, жерих, калина, малина, окруженник и другие ягоды. Ищевым антидотом связывающим водящим геронизм радиоактивные вещества относят молочные продукты. Смороги молочные продукты препятствуют своему организму радиоактивного станции способствуют выделению радиоактивных видов. Молепродукты особенно известны свойства мусорой капусты как природного сорбина. Срок применения находят также сок и плоды аронии, черноходной рябины как источник витамина П. Корни ягоды барбариса, трава глячихи, трава календовы, облепихие ягоды, масло, сок, настои, трава повыльни, черешки ревеня, ягоды шиповника, корни элитерокока, воды яблони. Энтеросорбенты вещества, препараты, продукты, которые способствуют скорейшему введению токсима из кишечника. Уголь активированный аптечный альтеросгель вактофильтров. Продукт абсорбента попросит зерновый хлебок любви на всяком необработанной рейс чернослив. Считается, что выведение алинотригов способствует сухорек ростов вино в суточной доле 75-100 мл. Финольные соединения повышают прочность кровеносной системы, регулируют работу железа внутри инстеклеции, хорошо лечит местные лучевые повышения кожи, прополис, что в главном образом связано с его финольным компонентом. Из финольных веществ, интересен называют флавоноиды, способствующие удалению реактивных элементов из организма. Истачники флавоноидов это мандарины, черноходная ябина, обертика, бояшник, бессмертник, пустыня, цародка. Одним из значительных достижений современных ученых является создание энранта, все-таки из алкогольного пищевого концентрата полифибола и награды Кабернеса веном выращивания в Крыму. И в общем-то вот этот как раз красные вина они исчезли после аварии на Чернобыле потому что народ узнал об этом и начал усиленно употреблять как для борьбы с радиомоклидами. Этиловый спирт обладает выраженным профилактическим радиозащитным действием на разные организмы на животных, человека, на бактерии. Суть в том, что создается при применении спирта в состоянии гипоксии в организме и поэтому часть энергии облучения идет на преодоление этой гипоксии. И наоборот гипоксия стимулирует увеличение дозы получаемых при облучении. Поэтому на больших высотах соответственно когда летчики применяют перехватчик кислородной маски дышит чистым кислородом это только потенцирует в дозу космического облучения. Кулинарную обработку мы пропустим следующее что у нас здесь последний вопрос это фильм лучевая болезнь фильм очень редкий учебный фильм где показано воздействие облучения различных доз облучения на воздействие организм чего это на пострадавших при аварии в Чернобыле и при авариях на атомных подводных лодках. Ладно сейчас ее включить надо только сейчас минуточку . Петр Романович Как вы чувствуете себя сейчас? Очень неплохо. Иногда чувствуется боль. Подкребы с лопаткой, быстрая вытомляемость, сладость на дах. Покажите спину. Пожалуйста. Вы видите глубокий рубец на спине. Именно здесь прикасалась мокрая одежда товарища, которого нес Петр Романович. Петр Романович, покажите, пожалуйста, ногу. Вы видите, что кожа стопы практически не пострадала. Она была защищена ботинком и носком. Но вот носки кончаются, и здесь радиоактивные, бета-активные газы под брюками распространялись внизу-вверх. Максимум поражения внизу убывает всё кверху. Если бы были ботины, или если хотя бы брюки были заправлены в носки, никакого поражения здесь бы не было вообще. Петр Романович, беспокоят эти рубцы? Рана на спине расставалась очень медленно. Назад чувствуется боль. В общем, я себя чувствую. Аж. Но не всегда заболевание протекает столь благополучно. Этот человек тоже попал в зону действия радиации. Однако поражение кожи в мёд было более глубоким. А этот пациент был облучён из облака радиоактивных газов с ног до головы. Он погиб от крайне тяжёлой остров-лучевой болезни. Вещества, содержащие атомы с нестабильным ядром, называются радиоактивными. Они излучают альфа-частицы, электроны или бета-частицы, гамма-кванты, которые обладают разной проникающей способностью. Эти частицы биологически активны. Они ионизируют молекулы. Поэтому такое излучение называется ионизирующей радиацией. Ну, вот, можно немножко это сделать. Кроме того, при ядерном распаде выделяются... Вот, ладно. Ну, так. Ну, вот, вот, вот. Ну, вот, тут не будет дело. Так, что, оно и было. Ага. Пётр Романович, как вы чувствуете себя сейчас? Очень неплохо. Иногда чувствуется боль. Спортелемость, лопатки, быстрая вытомляемость, сладость на дах. Пётр Романович, покажите спину. Пожалуйста. Вы видите глубокий рубец на спине. Именно здесь прикасалась мокрая одежда товарища, который вынёс Пётр Романович. Пётр Романович, покажите, пожалуйста, ногу. Вы видите, что кожа стопы практически не пострадала. Она была защищена ботинком и носком. Но вот носки кончаются, и здесь радиоактивные, бета-активные газы под брюками распространялись внизу-вверх. Максимум поражения внизу убывает всё кверху. Если бы были бахилы, или если хотя бы брюки были заправлены в носки, никакого поражения здесь бы не было вообще. Пётр Романович, беспокоят эти рубцы? Рана на спине рассылалась очень медленно. Назад чувствуется боль. А. В общем, это не чувствуется. Аж. Но не всегда заболевание протекает в ходе благополучия. Этот человек тоже попал в зону действия радиации. Однако поражение кожи в нем было более глубоким. А этот пациент был облучён из облака радиоактивных газов с ног до головы. Он погиб от крайне тяжёлой острой лучевой болезни. Вещества, содержащие атомы с нестабильным ядром, называются радиоактивными. Они излучают альфа-частицы, электроны или бета-частицы, гамма-кванты, которые обладают разной проникающей способностью. Если частицы биологически активны, они ионизируют молекулы. Поэтому такое излучение называется ионизирующей радиацией. Кроме того, при ядерном распаде выделяются нейтроны. Нейтроны, бомбардируя атомы урана, вызывают их расщепление с образованием многих новых радиоактивных веществ. Йода, стронция, цезия, радиоактивных газов. Цезий и стронции, попадая внутрь организма с пищей, могут стать причиной хронической лучевой болезни и поздних эффектов радиации, повышения частоты опухолей. Наиболее чувствительны к радиации хромосомы делящихся клеток. В степени их повреждения определяются поглощённые дозы радиации. Чем выше доза, тем больше степень поражения. Это и есть основная закономерность биологического действия радиации. Доза, эффект. Если клетка делится резко, то хромосомы успевают восстановиться. Если повреждения сохраняются к моменту деления, клетка с фрагментами хромосомы не может пройти метоз и гибнется. Преимущественно гибнут клетки крови, кожи, кишечника. Безъядерные эритроциты устойчивы к радиации. Столь же устойчивы грамулоциты, обеспечивающие защиту от инфекции. А круглоядерные эритроциты будут гибнут. И уже в первые сутки их тем меньше, чем выше доза облучения. Кровитворение начинается со стволовых клеток. При их делении появляются промежуточные, а затем зрелые элементы. При дозе боли пятигрей все промежуточные клетки гибнут. К седьмому-девятому дня уровень эритроциты снижается до критического. В эти дни он тем ниже, чем выше доза. Начинается огранулоцитоз. Затем кролепарей не восстанавливается. Затем кролепарей не восстанавливается. Снижаются промежуточные клетки. Хотя к седьмому-девятому дня уровень эритроцитов снижается, затем за счет деления промежуточных клеток наступает временное кроветворение. На кривой абортирный подъем лейкоцитов. Потом все равно наступит огранулоцитоз. И лишь после него восстановится кроветворение. В первые первые недели в московской клинике я чувствовал только слабость. Затем стало появляться ощущение жара. И температура начала повышаться до 30-ти веки. Появилась боль в горле, в сомнице. С первого дня в московской клинике меня поместили в изолятор. И там я находился в 40 дней. Судя по кривой лейкоцитов, доза на костный мук у нашего больного была выше 5 грей. И тромбоциты падали ниже критического уровня. Глубокая тромбоцитопения может привести к спонтанной кровоточивости. Так и было раньше при лечевой болезни, когда не умели заготавливать тромбоциты. Но у нашего больного не было никаких кровотечений. Это объясняется тем, что ему переливали тромбоциты. Получая тромбоциты от одного донора, забирая кровь из вены, специальный сепаратор или пластикатный мешок. Этот мешок помещают в центрифугу. После центрифугирования тромбоциты оказываются на дне мешка. Их отделяют, отжимая плазму с помощью экстрактора и переливают больному. Изменения аналогичные костно-мозговым возникают и в коже. Бета-лучи с их малой проникающей способностью ограничиваются проникновением в поверхностные слои кожи, поражаются эпидермис, появляются поверхностные изъявления. Гамма-лучи проникают глубоко. Доза, вызываемое поражение, вызываемое гамма-облучением, определяется квадратным расстоянием от источника. Но поражение носит более глубокий характер. В дерме и глубже. Ведь у нашего большого глубина поражения кожи в разных участках тут было неодинаково? Да. Да. Там, где сейчас везде есть рубцы и изменён цвет кожи, вначале была краснота, потом появилась болезнь, и возникли пузыри. Вначале кожа сходила с левой лап, в парке, в тех местах, где были пузыри. Потом кожа, спустя три недели, начала сходить в голову. Ростковые клетки кожи находятся в нижнем слове эпидермис. Здесь же волосяные луковицы. Сосуды в дерме. После облучения с первых минут наступает паразит сосудов. Они расширяются, переполняются кровью. Эпидермис поражается, когда гибнет ростковые клетки кожи. Но природ сосудов дермы ведёт к образованию яс на коже. Характер поражения кожи зависит от типа аварии. При выбросе воды из реактора, при образовании радиоактивного облака, пара, кожу человека поражают преимущественно бета-частицы, проникающие в неё менее чем на один сантиметр. При облучении кожи в дозе более 5-7 грейд, через несколько часов возникает пермичная эритема и отёк. Если участки кожи были защищены, они сохраняют нормальную окраску, как у этого больного кожи на животе, прикрытые поясом. После некоторого промежутка, он тем короче, чем выше доза, появляются элементы вторичной эритемы. Она может быть на облучённом лице. Характерным местом вторичной эритемы являются межфаланговые суставы кисти надухой. После эритемы при облучении в дозе 8-15 грейд возникает сухой эпидермий. Чем ниже доза облучения, тем позже появляется сухой эпидермий. Это феномен доза-время-эффекта. Эпидермий возникает и через месяц-полтора от начала болезни и рецидивирует. Облучение ведёт к выпадению волос, к опиляции. В случае более 15-ти грейд появляются пузыри, а затем мокнущий эпидермий. При аварии кожа у пострадавшего оказывается облучённой в разных дозах. Поэтому есть и участки мокнущего эпидермита. И участки сухого эпидермита. На месте сухого и мокнущего эпидермита кожа восстанавливается, хотя сохраняется ещё её отёчность и нет роста волос на лице. При облучении в дозе близкой к 20-25 грейм эпидермит более глубок, возникают рецидивирующие в долг и незаживающие язвы. на месте эпидермита спустя много месяцев появляются телеангиэктазии, как следствие поражения сосудов кожи. Рост волос восстанавливается. Глубже поражает кожу гамма-излучение. При дозе более 25 грейм оно называет незаживающие язвы. Астровки эпидермитации оказываются несостоятельными. Необходима пересадка кожи. Источниками гамма-излучения чаще всего оказываются радиоактивные копыль или цезий. Наиболее глубокие поражения связаны с гамма-нейтронным облучением, вызванным аварией на реакторе при образовании критической массы. Нейтронное облучение рано вызывает отёк кожи, появление пузырей, оно ведёт к глубоким некрозам, к тяжёлому поражению сосудов. Эту конечность надо амкутировать. Характерно при гамма-нейтронном облучении поражения слизистых полостерта. Вязкая, мучительно отделяемая слюна появляется на первой неделе, после облучения в дозе более 5-7 грей. Позже пузырей и язвы на губах, языке, дёплах восстанавливается слизистая рта через 2-3 недели. При всех типах облучения и бета, и гамма-лучами, и нейтронами первый признак воздействия на слизистую рта её отёк, её отёк, появление отпечатков зубов, а затем белый налёт гиперкератоза. На коже лица после облучения на первой же неделе высыпает обширный герпес. Обычно так происходит, если герпес был у пациента до лучевой болезни. Этот больной перенёс тяжёлую форму остро-лучевой болезни. Он прожил 17 лет после аварии и умер от последствий ручевого гепатита. Чувствительно к облучению и слизистой кишечникой. Примерно через 3 недели у меня появились боли в животе и частый жидкий струн. Аппетит пропал и меня посадили на полный конус. При развитии кишечного синдрома обычное питание исключается. Разрешено пить только воду. При кишечном синдроме появляется фибрильная температура, плеск и рчание в элиоцикальной области при пальпации, часто жидкий струн. Назначается параметеральное питание. Кишечный синдром проходит через 1-1,5 недели. Но ведь острая лучевая болезнь может внезапно оказаться массовой. И прежде всего придется решать, кто здоров, хотя и облучен в малой дозе и не нуждается в медицинской помощи, а кто болен. Нужно будет отличать тяжело пораженных от легких. Этот больной подвергся воздействию радиоактивного пара. Поэтому в первые же часы он тщательно вымылся под душем. В это время еще не было известно, что у него разобьется острая лучевая болезнь с серьезным поражением кожи лица. Чтобы заранее знать основные проявления развивающейся острой лучевой болезни, достаточно знать дозу облучения, поглощенную человеческим телом. Казалось бы, для этого можно воспользоваться результатом физических измерений. Но в авариях таких измерений обычно нет. Что же тогда делать? Вот тут на помощь приходит биологическая дозиметрия, которые используют феномен доза-эффект, доза-время-эффекта, но в обратном направлении. По первым клиническим и лабораторным признакам устанавливается доза облучения и заранее предсказывается степень поражения костного мозга, кожи и тому подобное. Наблюдая динамику уровня лейкоцитов после облучения, можно определить дозу поражения костного мозга. Микоцитарные кривые демонстрируют зависимость доза-время-эффекта. Чем выше доза, тем раньше начнётся огромная цитоза. Это один из биологических дозиметров. Они известны и для лимфоцитов, и тромбоцитов, и внесены в инструкцию по сортировке пострадавших от облучения. Биологические признаки поражения позволяют определить степень тяжести острой лучевой болезни. Первый показатель – рвота. Она возникает тем раньше, чем выше дозы. По этому времени судят о степени тяжести будущей острой лучевой болезни. Через 48-72 часа надёжным показателем дозы являются уровень эмфоцитов в крови. Затем используются и другие показатели. Следующий дозимет – динамика лейкоцитов. Уровень лейкоцитов на 7-й, 8-й, 9-й дни после облучения определяет дозу на костный мозг. А через 48 часов дозу на костный мозг можно определить по количеству хромосомных нарушений в клетках пункта костного мозга. Число клеток костного мозга с повреждёнными хромосомами прямо пропорционально дозе облучения. Первая работа по выявлению этой зависимости действия облучения на человека были сделаны крупным советским цитогенетиком Евгением Кирилловичем Кирилловичем Появление фрагментов децентриков кольцевых хромосом в лимфоцитах крови пропорционально дозе облучения. Чем выше доза, тем больше изменений хромосом. Хромосомы лимфоцитов могут служить биологическим лазиметром даже спустя годы после облучения. Существует чёткая зависимость между числом децентриков фрагментов и дозой облучения. А доза облучения зависит, какие ткани оказываются поражёнными. 50 раз 50 сантегрей вызывают ночевую травму без признаков болезни. И лишь в костной мозге можно обнаружить хромосомные нарушения. Облучение в дозе 500 раз вызывает поражение кожи, слизи спирта, тонкого кишечника. При 800 раз поражается толстая кишка, печень. От 1000 раз общего облучения страдают и другие органы. Аварийное облучение практически всегда неравномерно. Кое-где сохраняется костный мозг. В этих случаях пересадка донорского костного мозга опасна из-за угроза смертельного иммунного конфликта. Такова острая лучевая болезнь. 20 век стал свидетелем бедствия мирового масштаба, в том числе в хирургии Нагасаки, где мы впервые узнали о лучевых поражениях. Но виновники этих несчастья бедствий говорили о том, что они желали людям собрать. К сожалению, человек не обладает иммунитетом против демагогов, которые обещают завтрашнее благо в обмен на сегодняшние уступки здравому смыслу или совести против политического авантюризма Майяна. Стихийные и нестихийные бедствия, пожары, землетрясения, массовый травматизм не могут быть неожиданностью для всех. Врач должен быть к ним готов. Как готова городская станция скорой помощи в куличной катастрофе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...